Первые неполадки выявились буквально с первых шагов проверки. На парковой улице указатели направлений к различным городским объектам оказались погнуты. И явно не ветром, а руками вандалов. Служба благоустройства обещала исправить. Тактильная плитка для ориентира слабовидящих граждан местами потрескалась, местами стесалась практически до основания. Работы по ее замене уже начались. Алексей Валов отметил и недостаточное озеленение улицы. Кое-где засохли деревья и кусты. Должны посадить новые. Проверил глава района и ход капитального ремонта дома 11А по парковой улице и благоустройство придомовой территории. Претензии та же. Малой зелени из-за организации парковки возле дома. Однако главной целью инспекционного обхода стал реконструируемый сквер на улице Пушкина возле памятника великому поэту. Ранее Алексей Валов уже делал замечания строителям по ходу работ. Недостатки устраняются, но подрядчик пока немного не укладывается в сроки. Кто мне лучше самое обещал? И у нас что-то готово. Урны не тот дали. Какой урны не тот дали? Это не сработали почему-то здесь у нас. Если бы пробуксовали что-то. Возможно. К дню города все должно быть готово. И плитку выровняют, и газоны посадят, и фонтан запустят. Даже если, по словам Алексея Валова, придется работать в последнюю ночь перед праздником. Мы решили внезапно провести осмотр улицы Парковой и, соответственно, ход работ на реконструкцию сквера Пушкина. Посмотрели, сделали, соответственно, замечания. Дали команду на устранение. На сквере Пушкина работы еще много. Думали, 15-ю сдадут, но до числа 25-ю должны сдать. Это уже, мне кажется, крайний срок, от которого мы не отойдем. Успел глава района и пообщаться с жителями, выслушать от них пожелания по дальнейшему благоустройству Щелкова. К дню города и районы должны сдать еще одну пешеходную зону, набережную по правому берегу Клязьмы, между Старым и Новым мостами. Основная часть работы сделана, замостили, сейчас штукатурят, траву посадили, ограждения красят, освещение устанавливают. То есть все элементы практически будут готовы. Сдадим еще дополнительное место для прогулок наших любимых жителей. И, возможно, к дню города жители будет ждать сюрприз. Безымянные пока набережные присвоят имя собственное. Я вот все думаю, набережной любви должна. Господь нам говорит, да любите друг друга. Вот, может быть, там это состоится. Сергей Дадыко, Валерий Жеглей, телерадиокомпания Щелкова.